Всем добрый вечер! Вы находитесь на канале Митр Шеф и сегодня мы подведем итоги нашего торгового дня на фондовой бирже. В начале видео, как всегда, попрошу вас подписаться на этот YouTube канал, чтобы не пропускать новые ежедневные выпуски, которые проходят с утра перед торговым днем и вечером по результатам торгового дня. Также подписывайтесь на телеграм-канал, у нас там уже более 900 человек, на котором я оперативно в течение дня скидываю те важные новости, которые касаются фондового рынка и которые тем или иным образом влияют на те или иные бумаги. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать оперативные новости. Также подписывайтесь на иные социальные сети в случае блокировки YouTube, чтобы мы могли с вами быть на связи, оставаться. Такие как Яндекс.Дзен и иные социальные сети, ссылки на которые под видео в описании. Ну и почему нужно быть подписан обязательно на этот YouTube канал? Да, потому что здесь все, так скажем, основные видения по бумагам, основным бумагам выходят на ежедневной основе. Итак, смотрите, начнем, наверное, выпуск вечернего новостного фона. Очень важные моменты произошли у нас в течение дня. Данные новости я скидывал в свой телеграм-канал и мои подписчики узнают о них самые первые и всегда в курсе последних актуальных новостей. Итак, начнем с вами, наверное, с плохой новости. У нас появился новый, новая компания, которая решила отказаться от дивидендов. И такая компания называется РусАгро. Акционеры РусАгро на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, то есть на официальном сайте компании. В марте РусАгро аннулировал невыплаченные дивиденды за 2021 год. Это новая компания, которая присоединилась, так скажем, к отказу от дивидендов. Как печально бы это не звучало. Что, несомненно, отразится и уже отразилось на котировках бумаг. Далее. ВТБ. Давайте поговорим о ВТБ. Костин, судя по новостной ленте, заявил, что, глава ВТБ, что ВТБ рассчитывает, но на докапитализацию. Но о сумме, как написано, говорить пока рано. ВТБ рассчитывает на докапитализацию, но о источниках пополнения пока говорить, так скажем, рано. Что такое докапитализация? Ну, то есть, один из вариантов докапитализации, это, на примере, можно сказать, аэрофлота, это выпуск дополнительных акций. То есть, ранее мы ввели с вами новости ЦБ о том, что, касаемо дивидендов. ЦБ говорил о том, что, если у банков, так скажем, достаточность капитала будет ниже норматива, то говорить о дивидендах, о выплате дивидендов можно будет, так скажем, только после того, как решится данный вопрос. То есть, если банк по итогам, так скажем, данного норматива увидит, что у него недостаточность капитала по нормативу, соответственно, данный банк может дивиденды не выплачивать. И судя по тому, что ВТБ, ВТБ пошел разговор о докапитализации, большая вероятность того, что ВТБ не будет выплачивать дивиденды. Здесь очень большой, это, скажем, риск. И мы видим это по котировкам ВТБ, что ВТБ у нас не сильно отскочил от своих минимумов. И сегодня довольно-таки большая у нас свеча вниз. Я уже высказывал свое мнение по поводу ВТБ, что я не вижу его как перспективное вложение. И мое, так скажем, видение в итоге, ну, что ли, так скажем, реализуется, да. ВТБ также ждет общего решения правительства о дивидендах в госбанках в условиях потребности в капитале. Как говорит Костин, это сейчас правительство рассматривает. То есть, правительство решает, так как правительство имеет большую долю, так скажем, этих компаний. То есть, данные банки с госучастием решающие, так скажем, мнение будет зависеть от государства. Какое решение выдвинуть насчет этого государства. Разрешить ли выплачивать, либо не разрешить. Ну, смысл, наверное, докапитализировать банк и давать ему, так скажем, разрешение на выплату дивидендов. Ну, может, конечно, там свой интерес у государства, но, опять же, наверное, бессмысленно выплачивать дивиденды и в то же время потом просить, так скажем, докапитализацию. Поэтому, ну, здесь, возможно, какие-то свои схемы, возможно, есть в этом смысл. Но, так сходу-то, скажем, не скажешь, что есть в этом какой-то смысл. Далее. Так, что у нас далее? То есть, мое мнение, что, в принципе, я считаю, что Сбербанк вполне вероятно выплатит дивиденды, пусть не в том объеме, в котором так же планировалось, ну, скажем, в том объеме, который выплачивались за предыдущий, за 2020 год, да? Это вполне вероятно. А вот что касается ВТБ, то у меня терзают теперь, после этих новостей, очень большие сомнения. Далее. Так, Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт из России угля. Это, конечно же, это же, эта новость по запрету российского угля может, в первую очередь, конечно же, ударить по нашим уголекомпаниям, таким как Сейчас скажу. Во-первых, это, конечно же, Мечел. И Распадская. И Распадская. То есть, по этим бумагам, возможно, мы увидим снижение в рамках санкционного давления. Это нужно иметь в виду. Далее. Далее, далее. Также вышла новость о том, что законопроект, о котором мы с вами ранее говорили, о возможности направить средства ФНБ на выкуп префов банков, принят во втором чтении. Мы видели реакцию по Сбербанку на привилегированные акции. И, как мы видим сейчас, в настоящее время, они торгуются, я имею в виду префки, на 5-10 рублей дороже, чем обычка. Ранее, насколько мы с вами помним, обычка торговала всегда дороже, чем префка. Ну, и давайте перейдем к рынку. Что у нас сегодня реализовалось. Мы с вами в пятницу, по пятничному итогу, так скажем, дня, говорили о том, что у нас разворот на индексы сформировался. И необходимо его реализовывать. Вчера мы видели слив, но который откупили. Я говорил о том, что сегодня нужно смотреть за вторым днем после данного слива. Потому что разворот локальный, он не может иногда происходить в один день, а может реализоваться во второй день. Что мы, собственно, сегодня-то увидели. Мы предполагали, что, возможно, если не перебьет верхушку, будет такой вот сценарий. И мы с утра об этом видео с вами говорили, и мы, собственно, увидели данный слив. Также это говорило о том, что вчера мы не перебили пятничную верхушку. То есть, да, пролив выкупили, но верхушку не перебили. Сегодня мы этот разворот локальный, скажем, попытались сформировать. Также мы видим это по Газпрому. Если посмотреть по Газпрому, то у нас, как и вчера, с открытия ГЭП и пролив, который мы вчера выкупили. Сегодня также ГЭП и пролив, который выкупили, но не полностью, меньшим объемом. Я также вчера, по вчерашней свече, говорил о том, что с утра, что по Газпрому у нас разворотная также свеча. Я говорил о том, что нужно смотреть за уровнем 250, и я не вижу на нем закрепления, что, скорее всего, будет слив. И здесь покупать не нужно. Лично я бы здесь не покупал. И мы видим поход у нас вниз. Возможно, дойдем вот до этого уровня. 200-210. Мы видели с вами, как здесь покупательская способность у нас снизилась. Видим хвост продаж, далее разворотная свеча и поход вниз. Будет ли завтра, скажем, дальнейший поход вниз, слив, нужно смотреть уже по началу дня. Какой настрой будет у инвесторов. Но, как правило, такого обвала быть не может, потому что, грубо говоря, у нас некому обваливать рынок. Нерезиденты у нас заблокированы в акциях. Поэтому чисто, так скажем, спекулятивно, чисто основано на эмоциональном уровне продажи. То, что мы с вами и видим. То есть, отсутствие покупателя и пошли продажи. То же самое у нас и по Сбербанку. Такой же пролив, как вчера, с открытия гэп, пролив, выкуп. Сегодня гэп, пролив и менее уже такой-то, скажем, откуп уже стал намного хуже. И так же красная свеча вниз. В целом, сегодня рынок, мы это по индексам с вами видели, еще по пятницам по развороту, что у нас должен быть поход вниз. Несомненно, при таком отскоке должна быть коррекция. Было бы идеально, допустим, по Сбербанку увидеть коррекцию в район 130. Вот в этот район. Снова его протестировать и пойти вверх. Но завтра нужно будет следить за уровнем 150. Я уже много раз о этом уровне говорил. И мы видим, как вчера отскок от этого уровня, так и сегодня произошел отскок от этого уровня. Но вчера мы довольно хороший отскок увидели, сегодня отскок уже более, так скажем, в меньшем объеме. Это нам говорит о том, что, возможно, завтра мы этот уровень 150 будем пробивать вниз. Поэтому нужно следить за этим уровнем. Для меня покупки по Сбербанку будут интересны в районе 125-130. Вот в этом районе. Спекулятивно можно пробовать на отскок от уровня 150, если он удержится. И мы увидим на этом уровне закрепление. То есть хороший откуп и дальнейший отскок. Если же мы увидим здесь плохое закрепление, прошибаем этот уровень, то вполне вероятно, похож вниз. В целом, пока я бы отказался от спекулятивных сделок. Далее, по Яндексу мы с вами также с утра говорили о том, что Яндекс у нас... Я бы не стал Яндекс покупать, потому что он у нас подавлением. Об этом и всем вы можете посмотреть в предыдущих видео. Я об этом все рассказывал. И мы, собственно, видим, что Яндекс у нас слил, собственно, весь отскок. Это нам говорит о слабости бумаги. В такие бумаги лучше не лезть, пока не решится там ситуация, так скажем, с облигациями. Так, меня просили довольно-таки странные бумаги посмотреть в комментариях. Ну, давайте посмотрим. Такие вот, как I-Positive. Я на самом деле никогда бы не лез в такие бумаги с абсолютным отсутствием, можно сказать, ликвидности. И вот эти задерги, это чисто, так скажем, спекулятивные, чтобы засадить здесь физиков. Далее, вполне вероятно, мы вот видим разворотную свечу, будет поход вниз. Предположительно, уровень здесь 800. Так, какой здесь уровень, минуточку. 800-700. То есть, это банальный сценарий малоликвидных бумаг. Так, задерг вверх и дальнейшее сползание. Здесь, очевидно, это уровень 700-800. Влазить в такие бумаги, ну, просто, просто глупо. Далее, далее, мне, меня спрашивали еще какую-то бумагу такую интересную. Да, кстати, давайте посмотрим с вами ВК. По ВК, то, что я и говорил. Разворотная свеча и сползание вниз. Вот точности в том, тот сценарий, который я и озвучил. Далее, 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 далее. Напомните в комментариях, какую я еще бумагу сейчас пропущу, посмотреть. Ну, меня много спрашивают таких непонятных бумаг, на самом деле, которых даже не знаю. Сейчас, минутку. Куйб-Азот, по-моему, да, меня спрашивали еще. Превки. Давайте с вами взглянем. Ох, ребят, не могу даже найти такую бумагу. Где-то я... А, вот, Куйб-Азот, Превка. Ребят, ну, это вторая самая картина. Ну, зачем лезть в такие бумаги? Это бред просто. Обсутствие ликвидности, во-первых, в таких бумагах. То есть, вы даже не реализуете вовремя свою заявку, потому что стоечных заявок нет. Я посмотрел стакан под таким бумагом, там нулевой вообще. То есть, здесь аналогичная картина. Задерк вверх, раздача. И спуск, в данном случае, в район 400. От которого может быть, отскок быть, а может и не быть. Это, ну, известная история неликвидных бумаг. Периодически, вот, мы видим у различных неликвидных бумагах. Второго, там третьего, там эшелона, там не понять какого эшелона. Вот такие вот полосочки. Потом задерк, раздача и спуск. Это очевидно. Участвовать в таких компаниях просто можно зависнуть. Это очевидно. То он мешает торговать на ликвидных бумагах первого эшелона, голубых фишках, на которых есть ликвидность. Смысл есть вот в такие бумаги, гнаться вот за уходящим поездом, за влетающей ракетой, заскакивать, а потом абаджи разгружаются. Вы здесь зависаете, и вас тянут вниз. Так, а о чем меня еще спрашивали? Давайте посмотрим с вами. Так, норникель. Норникель я говорил о том, что я бы его рассматривал к покупке вот в этом районе. 18-19 тысяч, не выше. Все, что выше, неинтересно. Потенциал дохода небольшой. Так, НМЛК. НМЛК. Но с НМЛК все, конечно, плохо. Как мы с вами читали по дивидендам, соответственно, скорее всего, дивиденды выплачены не будут. И у нас, видим, бумага плохо отскочила и пошла раздача. В такую бумагу я бы тоже не лез. В целом, если говорить о дивидендах, то те компании, которые хотят саккумулировать деньги и не выплачивать дивиденды, сохранить свой денежный поток на текущий год, вполне возможно, что в следующем году тем более не будут выплачивать дивиденды. И залазить в такие компании, но просто пока, наверное, не целесообразно, ввиду того, что интерес к таким бумагам будет на плохом уровне. То есть, лучше присмотреться к тем бумагам, которые будут выплачивать дивиденды. Ведь зайдя в эти бумаги на определенном дивидендном ралли, перед дивидендным ралли, можно неплохо, в принципе, заработать на самом дивидендном ралли. Напомню, что у нас дивидендное ралли начинается в мае, как правило. И в мае мы более-менее видим таким по ликвидным бумагам рост. Сейчас, перед маем, перед данным, так скажем, дивидендным ралли, мы видим некую, так скажем, коррекцию, которая, возможно, является коррекцией перед тем самым дивидендным ралли. За развитием данной коррекции нужно следить. И пока, так скажем, не нащупаем дно этой коррекции, пока в лонг лучше, я считаю, что не лезть. Остановилась ли она здесь? Но, судя по развороту, и судя по тому, что на нашем рынке сливать-то, в принципе, некому особо, так скажем, глобально обваливать рынок, да, просто, так скажем, спекуляции, просто на эмоциональном уровне продажи, то, в принципе, где-то здесь мы должны, наверное, развернуться вверх. Но, опять же, сложно застудить, да, по графику нужно смотреть уже по факту, как будут, насколько будут, так скажем, продавливать рынок вниз. Ребят, вот такое вот видение. Пишите в комментариях бумаги, по которым вы еще хотите, чтобы я посмотрел. И мой вам совет, не лезьте в второсортные бумаги. Выбирайте бумаги качественные, в которых есть ликвидность, чтобы потом в них не зависать. Потому что, если вы зависите от ликвидной бумаги, то большая вероятность, от сколько данной бумаги, и большая вероятность того, что вы выйдете. А залившись, так скажем, в ту неликвидную бумагу, третийсортную, вы рискуете надолго там подвиснуть, участвуя вот в таком задерге, в то время, когда вам раздают эту бумагу. Вы можете застрять в ней очень надолго. Ребят, подписывайтесь на YouTube-канал. Чем больше подписчиков, чем активнее будет подписываться на канал, тем чаще я буду, так скажем, производить свои видео. Тратить на это, так скажем, время. Также подписывайтесь на телеграм-канал, в котором у нас уже более 900 человек, и в котором есть возможность оставлять свои комментарии. То есть, у нас активно идут, так скажем, обсуждения тех или иных бумаг нашими участниками. У нас есть такая возможность. Все абсолютно бесплатно. Подписывайтесь, переходите по ссылкам в описании. Задавайте вопросы. Ну а с вами был Дмитрий Шеф. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok